Итак, друзья, сегодня поговорим про референсы. Очень долгое время я использовал в качестве референсов какие-то mp3 wave flag файлы, которые можно было в стороннем плеере послушать, но в итоге пришел к тому, что проще всего поставить на мастер-шину в самом конце цепочки правильный плагин для того, чтобы работать с референсами, и, собственно, все упирается в выбор этого правильного плагина. Про это мы сегодня и поговорим. Адаптер Metric AB, который сейчас издается под эгидой плагин Альянс. И вот лично я по скидке на акции приобрел этот замечательный плагин за 20 долларов, чего и вам желаю. И для начала давайте поговорим про настройки этого прибора. Нажимаем на иконку с шестеренкой. Здесь у меня все оставлено по дефолту. Единственное, обратите внимание, tooltips и всякие советы, чтобы они не отвлекали не напрягали. Я отключил. Graphics Latency я включил. Что это такое? Плагин имеет задержку, задержку немаленькую. И если эту задержку оставить, то мы будем слышать звук и видеть визуализацию с некоторой рассинхронизацией. Чтобы этого не было, выбираем Graphics Latency, активируем, и все синхронно, видео с тем, что мы видим, с отображением всяких анализаторов. Мы видим все это в четком синхроне. И OpenGL я практически во всех плагинах отключаю, потому что зачастую это может привести к нестабильной работе плагинов. Поэтому OpenGL у меня, как видите, отключен. После всего, что вы тут настроили, нажимаем Close. Настройки автоматически сохраняются. Вот слева кнопка, она просто скрывает огромную часть интерфейса. Ну, на самом деле, вот здесь внизу можно выбирать наши референсы для воспроизведения. То есть, в принципе, у кого маленький монитор и кому не позволяет рабочее пространство использовать на полную катушку этот плагин, может пользоваться замечательной этой функцией. Далее у нас здесь по отображению мы можем видеть пики RMS нашего сигнала, включать моно, сайт составляющую или стерео составляющую, левый, правый канал отдельно прослушивать и прослушивать в режиме S, то есть, чтобы левый канал звучал слева, правый справа. Давайте наконец-то послушаем и посмотрим на показания наших приборов. Вот мы увидели все значения пика RMS, при нажатии на A и B активируется референс трекер, как видите, сейчас тут пусто совершенно. Давайте еще посмотрим несколько вкладок, которые находятся сверху, которые я использую крайне-крайне редко, но тем не менее, раз уж мы заговорили про прибор, давайте посмотрим. Обратите внимание, что при воспроизведении, когда мы загрузим референс, внизу у нас будет еще одна эталонная кривая, но на самом деле подогнать здесь один сигнал под другой не представляется возможным, потому что при таком масштабе, при таком отображении это выглядит красиво, но на моей памяти, в моей практике это особенно не юзабельно. Далее измерение корреляции. Опять же, сверху у нас то, что у нас поступает на мастер, наш микс, внизу у нас референс, пока здесь будет тишина. Все, что у нас внизу, как видите, минус 1, все, что в красную ходит, это теоретически плохо. На практике контролируйте просто, чтобы нижняя середина, низ в идеале у вас был вот в нуле, вот здесь, в центре, либо в плюс 1 уходил, потому что, если особенно на низких частотах у вас что-то идет в минус 1, значит у вас проблема с фазой в треке. Давайте пойдем дальше, выберем стерео-имидж. Эта вкладка показывает вообще, что у нас делается в левом и в правом канале, и иногда мы можем видеть некий перекос, который мы сможем сбалансировать при помощи обычного панорамирования каких-либо инструментов в нашем миксе. Здесь плюс-минус все нормально, то есть вот если посмотреть на то, что мы видим, когда график рисуется, плюс-минус звуки друг друга уравновешивают, то есть в балансе по панораме звучит наш микс. Давайте еще раз посмотрим. Как видите, все что внизу звучит в центре, дальше расширяется панорама наших инструментов, все в общем в порядке. Дальше раздел динамики, давайте посмотрим насколько динамичен наш сигнал. Опять же, вот мы видим значение 11, 12, накопилось какое-то количество времени, проанализировал плагин наш микс, и мы видим некие значения. Все это в отрыве от референсов, оно не имеет большого смысла. Мы можем взять за основу, за трек-ориентир, какой-либо референс, и вот уже вместе их анализировать, и опять же на мастере что-то можем подкрутить, допустим повысить, понизить громкость, либо прокачать что-то с сайдчейном, чтобы получить такую симуляцию более динамичного звука. Поэтому, опять же, все вот эти вот три инструмента, они мною практически не используются никогда. Теперь давайте поговорим про последнюю вкладку loudness, и она пригодится тогда, когда мы будем готовить наш материал для стриминговых платформ. Например, для Spotify требование это минус 14 лувс и минус 1 децибел по пикам. Особенно важно, чтобы это были true-пики, чтобы при декодировании из цифры в аналог у нас не было искажений. То есть, смотрим на true-пики и смотрим на значение вот этих трех индикаторов. Вот, кстати, они здесь дублируются. Вот минус 14 где-то вот тут, да, вот красненькое оно такое. В общем-то, пределы наших показаний вот этих всех индикаторов задаются вот здесь. Target, то есть наша целевая громкость. В данном случае это у нас Spotify минус 14. Обратите внимание, что тут разные стили радио, всякие YouTube, Tidal, ну и так далее. Вот, ну моя рекомендация, ориентируйтесь на Spotify, у остальных плюс-минус эти значения совпадают, что касается стриминга. Потому что у TV и радиовещания там значение громкости еще ниже. Итак, выбрали Spotify, вот минус 14 автоматом подставилось. Вот, если у нас громкость начинает слишком сильно давить и она впоследствии может Spotify быть уменьшена принудительно, у нас начинает вся индикация заходить в красное. Ну и давайте проанализируем наш микс. Вот, как видите, все показатели, вся индикация у нас зашла в красное, что неудивительно. Я лично ориентируюсь здесь всегда на показания short-term. Это где-то в течение, как правило, нескольких секунд измерения производится, и мы видим отображение на индикации в цифрах или визуально. Потому что integrated, как указано на том же Spotify, очень-очень долгое накопление, нужно очень долго воспроизводить сигнал. Очень тяжело вообще сориентироваться в этом случае, поэтому рекомендую на вот short-term смотреть значения и true peak тоже. Давайте посмотрим. Вот true peak у нас больше нуля, то есть явно не то, что мы хотели бы видеть. Давайте попробуем поставить FabFilter Pro Limiter 2. Обратите внимание, здесь у нас true peak limiting включена функция. Нажимаем вот сюда на out и с помощью двойного клика вбиваем значение минус один децибел, чтобы соответствовало нормам Spotify. Теперь, так как здесь gain можно только в плюс крутить, нам еще понадобится любой плагин, который мы сможем уменьшить громкость перед попаданием на limiter, ну и, собственно, на вот этот измеритель. И теперь давайте крутить ручку громкости, вот она volume, до тех пор, пока у нас вот это вот значение short-term не будет где-то минус 14 или ниже, не выше. Ну и смотрим на true peak. вот при значении минус 6,5 децибел, при уменьшении громкости на это значение у нас здесь в красный уже ничего не заходит, как видите, вот этот вот параметр integrate здесь очень долго накапливается, это нормально, но и так получается, что если соблюдать его, то нужно громкость понижать вообще там на 14 децибел, поэтому я рекомендую ориентироваться в реальности на значение short-term. Как видите, по true peak у нас тоже все нормально благодаря FabFilter ProL. Также давайте посмотрим, здесь у нас есть такой блок фильтрации, кстати, когда мы меняем верхними вкладками отображение каких-либо моментов в нашем миксе. Обратите внимание, что правый блок, он остается неизменным. Давайте про него поговорим. Это фильтрация, можно фильтровать середину, низ, вверх, различные зоны отдельно прослушивать, нижнюю середину, бас, сабас и, собственно, это очень удобно. Давайте включим красивый спектроанализатор и включим фильтрацию. Для чего это сделано? Для того, чтобы мы могли изолированно послушать разные частотные диапазоны нашего микса. Зачастую это может нести некую ясность, да, потому что непонятно, когда ты слушаешь все в совокупности, еще и в стерео, все широко, все свистит, пердит и непонятно, где же может быть проблема, если она, конечно, есть. Поэтому давайте попробуем включить, кстати, моно, включить фильтрацию и повключать разные зоны нашего микса. Послушаем, как они звучат в данном случае. Как видите, при активации вот этой фильтрации дополнительной, то есть можно весь низ прослушивать, но с самого низа вот до кнопки, которая означает средние частоты, да, с низа до середины. Теперь, друзья, давайте поговорим про самую главную фичу этого прибора, вкладка Playback, которая позволяет нам работать с референсами. Нажимаем, если еще не нажали, внизу видим кучу вкладок. Каждая вкладка, тут их 16, это вкладка для вашего референс-трека. Если рядом с вкладкой нажать на гамбургер, здесь можно показать в Explorer референс уже загруженный, загрузить, выгрузить, организовать, там их поперетаскивать и так далее. Также обратите внимание, что здесь есть такая штука под названием Gain, то есть громкость каждого отдельного слота. Если надо, можно ее подрегулировать. Функция Loudness, которая подгоняет громкость вашего микса к громкости референсам, мне не очень понравилась, как она работает. Очень по-разному, часто ошибается, поэтому я предпочитаю пользоваться вообще вот этим фейдером, который находится на мастере нашего референса. Также обратите внимание на Playback Mode. Здесь у нас 4 маркера. Давайте загрузим вообще один из просетов. Обратите внимание, что здесь вот у нас выпадающее меню слева сверху, новый просет, открыть просет, сохранить, сохранить как. Вот я посохранял для каждого, обратите внимание, стиля свой просет. То есть в каждом стиле у меня несколько референс-треков. Очень удобно, как мне кажется, вот таким образом работать. Можно загрузить просет и потом сохранить его как дефолтный. И при каждом новом старте этого плагина у вас будет автоматически загружаться ваш любимый просет. Также очень крутая штука Locate Missing Files. Допустим, вы хотите передать свои просеты и свои референсы к своему коллеге. Все это присылаете, а программа их найти, эти файлы не может, оригинальные. Вот пользоваться нужно в этом случае Locate Missing Files. На самом деле все просто. Итак, выбираем нужную стилистику. Давайте в данном случае это будет, чтобы избежать всяких проблем с копирайтом Country and Jazz. Далее выбираем любой из треков. И давайте посмотрим, что же мы видим здесь в режиме Playback Mode. Здесь у нас 1, 2, 3, 4. В пределах данного трека мы можем по-разному разные точки, зацикленные в данном случае, потому что Loop функция активирована, ставить. То есть в разных местах трека поставить разные маркеры. Я сразу скажу, что я пробовал загружать сюда целые треки в этот плагин, расставлять маркеры вручную. И визуально вроде как это нормально все выглядело. То есть вот так маркер пододвинул. С помощью колеса мыши можно приблизить. Вот тут сверху еще захватить и подправить. И все равно точно-точно выставляешь при воспроизведении, зацикливании какие-то клики, артефакты появлялись. Я для себя понял, что это вообще не вариант. Это делается очень долго. Поэтому я в стороннем редакторе все свои референсы порезал заранее на где-то 30-40 секундные фрагменты. И забросил это все сюда. Это мне сэкономило огромную кучу времени. И надеюсь, сэкономит эту кучу времени и вам. Давайте вернем отображение, вернем маркер. Обратите внимание, вот этот маркер старта и маркер окончания. Допустим, мы его уменьшили. Можем его в два раза сделать короче. Вот один делить на два. Можно сделать его в два раза длиннее. 2х кнопка. Также здесь 1, 2, 3, 4 это различные маркеры. То есть здесь можно ставить 4 вот таких закольцованных маркера. Нажимаем на два. Вот тут у нас два. Допустим, мы хотим другую часть трека залупировать. Ставим сюда в точку начало воспроизведения. Нажимаем на луп цикл и ставим на точку окончания. Допустим, так. И, соответственно, вот у нас плейбэк для первого полный. Для второго кусочек какой-то. Ну, если вы, опять же, трек сюда забросите, может быть, там, куплет, луп, припев, ну и какая-то часть. Я лично для себя понял, что вот припевная часть, она, как правило, такая взрывная, и по ней понятно все. Как звучит, с какой громкостью трек, что там по АЧХ и по всем остальным вещам. Поэтому я использую в качестве референсов только одно кольцо. То есть у меня плейбэк-мод стоит на единичке в режиме луп, и оно постоянно воспроизводится. Также обратите внимание, что здесь есть разные режимы воспроизведения. Я выбрал режим Q и вам рекомендую. Почему? Потому что, когда вы нажмете на воспроизведение, у вас сразу начнет воспроизводиться трек вот с начала вашего вот этого зацикленного куска. Давайте попробуем. Нажали на A, B и можно переключаться между референсом и вашим треком. Если вам не нравится такой режим, можно поэкспериментировать. И поставить режим, например, SYNC. И он будет четко отслеживать вот по вот этой временной шкале ваш референс. Если вы поставите чуть позже, то у вас будет воспроизводиться кусок уже позже. Вот видите, ставлю курсор, и он автоматически здесь перемещается. Может быть, такой вам режим понравится. Либо режим LEDGE. То есть, я сейчас нажал три раза на воспроизведение, и трек не останавливается, не воспроизводится с самого начала, а воспроизведение три раза продолжается. Как бы становится на паузу, нажали Space, и опять воспроизведение начинается с самого начала. Опять же, можно кликнуть мышкой, и у нас курсор установится вместо желаемого воспроизведения, старта нашего воспроизведения. Вот как-то так. Также обращаю ваше внимание на такой момент, что, наверное, это такой момент творческий с какой-то стороны, а с какой-то стороны технический. Как пользоваться референсами правильно? Наш мозг очень быстро адаптируется ко всему, что он слышит, ко всему, что он видит. Поэтому прослушивание референсов вашего трека стоит ограничивать двумя, максимум тремя секундами, чтобы мозг не успел адаптироваться. И тогда, то есть, мы послушали наш трек-референс, ставим трек на паузу и начинаем анализировать, что по громкости, что по частотам и так далее. То есть, все вот эти моменты нужно анализировать не в процессе воспроизведения, а уже после. На несколько секунд поставили, послушали и проанализировали. Лично моя такая рекомендация. Остановили и начали анализ. И, возможно, что-то по балансу в треке уже поменяется, что-то по эквализации, по панораме и так далее. Надеюсь, что это ревью вам поможет пользоваться референсами с умом, более продуктивно, эффективно. Список всех своих референс-треков по стилям я оставлю специально для патронов на Патреоне. Тем, кто еще не подписался, по чисто символической плате в месяц, рекомендую подписаться, потому что очень много крутого, интересного контента, ответы на вопросы, стримы в высоком качестве, с 24-битным аудио, напоминание о стримах и много-много всяких ништяков. Все это доступно на моем Патреоне. Так что, друзья, рекомендую. Подписывайтесь. Надеюсь, это вам будет очень полезно, чтобы сэкономить вам кучу времени и, как всегда, кучу денег. Огромное спасибо за внимание и до новых миксов. Продолжение следует...